Голландия Всем привет, я Егор Зырянов и вы на канале Red Room, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И давайте сегодня вспомним, как крошечная европейская северная окраина превратилась в могущественное государство, которое ставило англичан, испанцев, всяких полинезийцев, туземцев и кого вообще угодно в неудобное положение. Голландия Начнем с того, что я не зря подчеркиваю отсталость именно северной части Нидерландов, собственно Голландии от остальной Европы, потому что на юге, во Фландрии и в Брабанте, территории современной Бельгии, все шло в общем-то зашибись. Несмотря на то, что благодаря серии исторических совпадений север у нас ассоциируется с углем, сталью, заводиками и всем таким, а юг с выращиванием коровок и зерна, в позднесредневековом Бенелюксе все было иначе. На протяжении парочки столетий до наших сегодняшних событий самым богатым городом северной Европы был Антверпен, Южные Нидерланды, Фландрия. Право свободной торговли иностранным купцам позволяло городу зарабатывать на деловых отношениях. За счет этого и за счет поступавшей в первую очередь из Англии шерсти в Антверпене начало активно развиваться текстильное производство. А это только в современном мире текстиль считается низкотехнологической отраслью. В смысле ткачи использовали станки, чьи устройство в поздние средние века постоянно эволюционировало, а с их помощью создавали из ресурса, получаем его путем, блин, банальной стрижки, овец, одежду. Одежду, которая, кстати, выглядела в 17 веке вот так. Кроме того, когда регион перешел под контроль испанских габсбургов, они сделали Антверпен одной из основных точек входа в Европу золота и серебра из нового света. Сами испанцы умели пользоваться им фигово, в отличие от своих фламандских коллег. В 16 веке Антверпен был богатейшим городом Европы, но за ним постепенно подтягивались и другие соседние регионы, развивая в первую очередь всю ту же текстильную промышленность. Ну а поскольку торговля и массовое производство требуют большого количества разных людей и тесных связей между этими разными людьми, то очевидно, что все большее и большее число людей и на юге, и на севере переезжают из деревни в города. Примерно во времена же расцвета Фландрии в Европе происходит ряд своеобразных событий, сопровождаемых расчлененкой, и мир христианства в очередной раз раскалывается. На трудях протестантов с их претензиями к коррумпированной торгующей индульгенциями католической церкви и, собственно, католиков, которые считают первых подлецами, еретиками и негодяями. Многие из протестантов оседают на Европейском Севере, в том числе в Нидерландах, которые к этому моменту, как я уже сказал, принадлежат к огромной Испанской империи. Дальше происходит то, о чем я уже говорил в предыдущем ролике. Испанская империя, чей доход на 40% зависит от Нидерландов, оказывается косой, которая находит на голландский камень, потому что, знаете, высокие налоги, религиозная нетерпимость, политическая эксплуатация, все это не круто. Итог, революция и 80-летняя война за нидерландскую независимость. По факту, получили голландцы свою независимость куда раньше окончания войны, продолжалась она так долго просто потому, что кое-кто никак не хотел смириться. Свободная от Испании Север Нидерландов становится конфедеративной республикой, что, в общем-то, позволяет говорить о голландцах, как о людях весьма прогрессивных. Но в годы революции отнюдь не только Север выступает против испанцев. Антверпан, как один из наиболее протестантских по населению городов, также выступает против испанцев. Приводит это, очевидно, к тому, что, ну, его разграбляют и сжигают. Дважды. Представьте, что вы ворвались с армии в Силиконовую долину, разогнали всех местных хипстеров, сожгли все местные офисы и обещали, что за занятия стартапами вы будете развешивать всех на суку. Ну, в общем, примерно это произошло во времена 80-летней войны в Антверпене. И многие-многие-многие протестанты, предприниматели, бизнесмены, торговцы и прочие замечательные люди бежали на север, преимущественно в Амстердам. И все вот эти люди, которые разбирались в финансах, коммерции, предпринимательстве и так далее, начали жить бок о бок с людьми, которые разбирались, ну, в рыбе. Ну, в первую очередь в рыбе, во вторую очередь в том, как с помощью сельского хозяйства прокормить себя на этой скудной, прямо скажем, землице, ну, и еще и в том, как строить корабли, в конце концов. Прекрасное сочетание, чей классный эффект еще усиливался общей ненавистью к испанцам и необходимостью с ними воевать, а еще общей верой, причем верой довольно-таки годной. Об этом уже шла речь на канале, но я на всякий случай вам напомню, почему протестантизм классно работает в синергии с капитализмом. Несмотря на то, что идея о том, что протестантизм был единственным главным фактором становления капитализма в целом, конечно, устарела, надо сказать, что вот эта вот синергия, о которой я говорю, между развитием рыночных отношений и этой версией христианства, есть весьма немаленькая. Основная идея заключается в том, что протестантизм выделяет зарабатывание денег коммерцию, как богоугодное занятие. Это происходит потому, что протестант зарабатывает деньги не для того, чтобы покупать тачки, часы и кокаин, хотя, возможно, тоже чуть-чуть, чуть-чуть, но в целом для того, чтобы убедиться, что Господь к нему милостив, да, что он ему благоволит. Ну и для того, чтобы потом снова пустить эти деньги в дело. Еще раз, идея Макса Вебера о том, что капитализм буквально возник из протестантизма, ну, прям, скажем, много на себя берет, но и надо понимать, что протестантизмом капитализм не испортишь, как кашу маслом. Не зря же даже вон Южная Корея и та протестантская. Империя Нидерландов в эпоху, о которой мы говорим, протянулась от Бразилии до Амстердама в Европе, мыса Доброй Надежды в Африке и дальше до Цейлона и Индонезии. И несмотря на то, что голландцы строили лучшие для своего времени суда, и несмотря на то, что у них была целая инфраструктура из торговых факторий и постов, все равно перевозка грузов на такие расстояния была, да и в принципе перевозка грузов, была очень-очень-очень дорогой и трудоемкой, и по сути была доступна только крупнейшим компаниям вроде Остинской, о которой мы сегодня еще поговорим. И тем прекраснее факт, что сегодня какой бы груз или посылку вам не нужно было бы доставить по городу, будь то новый айфон или документы, или, возможно, вы все еще для своих любимых клиентов занимаетесь доставкой пальмового дерева и мускатного ореха, для всего этого достаточно приложения Яндекс.Го. Я уверен, что многие из вас и так пользуются сервисами от этой компании, но в этом году они пошли еще дальше, и теперь доставка привозит, ну, практически все, причем выбранным вами способом, на автомобиле, пешком или, если требуется, на грузовом автомобиле. И это круто! Смотрите, вы можете затариться в строительном магазине и отправить это с грузовой машиной домой, можете отправить документы в офис, можете отправить забытые дома ключи, или, если у вас у самих есть интернет-магазин, но нет желания или особых ресурсов организовывать собственную курьерскую доставку, то и эту проблему решает подключение доставки Яндекс.Го к вашему бизнесу. В этом же приложении вы можете посмотреть, где сейчас курьер и через сколько он будет, и всегда можно убедиться, что доставка приедет вовремя, хотя тут особо беспокоиться не нужно. На практике Яндекс.Го довольно надежная штука, так что пользуйтесь с удовольствием. Тем более, что 2020 год, судя по всему, задал действительно довольно долгосрочный тренд на удаленное вообще все, поэтому я думаю, что этот сервис в любом случае будет для вас полезным. Кстати, дарим первым пользователям скидку 30% на первый заказ в тарифах доставки грузовой, максимальная сумма скидки 300 рублей, промокод действует до 1 февраля 2021 года. В общем, констатируя, нам очень всем повезло жить в 21 веке, а не в 17, и на самом деле по целому ряду причин. Но еще, если вы не знали, как организовать свою доставку, чего угодно, откуда угодно и куда угодно, то теперь вы знаете, все ссылочки есть в описании, переходите по ним, а мы вернемся к голландцам. Итак, к концу 16 века у Голландии было много образованного населения, привыкшего и готового к труду, отказ от огромного числа неэффективных, введенных когда-то Испанией налогов, умение пользоваться дарами моря эффективнее любых соседей, союз с Англией, промышленные и коммерческие традиции, значительный объем денег, огромная доля городского населения, децентрализованное республиканское управление с какой-никакой на политической конкуренцией, выгодное географическое положение на пересечении северных торговых маршрутов и крутые шляпы. Не то, чтобы это было достаточно для мирового торгово-военного доминирования, но подожди. Совокупность всех этих вещей привела к тому, что голландцы стали создавать и развивать, пожалуй, самую прогрессивную экономическую и финансовую модель в Европе, которая во многом и определила то могущество, которое будет у этой страны, но о нем чуть позже. В 1609 году открывается Амстердамский банк, надежный до того, что печатавшиеся им банкноты в итоге ценились не меньше золотых и серебряных монет. При этом ставка по кредитам в Голландии самая низкая в Европе, 4% на фоне 10, например, в Англии. Это делает кредиты более доступными, люди активнее их берут, количество денег увеличивается, значит, они их активнее вкладывают, происходит рост компаний, и все замечательно. При этом людям есть куда вкладывать, потому что работает амстердамская биржа, на которой можно покупать акции, доли в компаниях. Более того, там можно покупать не просто акции, там можно покупать дробные акции, то есть доли долей в компаниях, что делает инвестирование еще более доступным и популярным. Популярным оно становится еще и потому, что это не очень рискованное занятие. Если вы вкладываетесь в компанию вместо того, чтобы, например, основывать компанию, ну, конечно, вы получаете меньше, но и риски у вас совсем иные. А вообще амстердамская биржа была настолько развитая, что там даже торговали фьючерсами. Что такое фьючерс я расскажу как-нибудь в другой раз, сейчас на это у нас нет времени. Доступность кредитов и денег, и развитые возможности для инвестирования оказались просто чудом для Нидерландов. На самом деле и рынок ценных бумаг, и кредитные системы уже раньше существовали и в Антверпене, и в Венеции, но именно голландцы смогли по полной реализовать их потенциал. Настолько по полной, что даже лопнувший в Нидерландах пузырь, надутый вокруг биткоина 17 века, тюльпанов, стал одним из известнейших в истории. Что такое пузыри, я подробно в ролике, по-моему, про Великую Депрессию рассказывал, посмотрите, не будем сейчас на это отвлекаться. Но вообще, я считаю важным заметить, что, несмотря на то, что действительно был такой факт перегревания стоимости цены гребаных луковиц, тюльпанов на рынке, надо переоценивать значение лопнувшего пузыря. Никакого страшного экономического краха не произошло, и Голландия не была ввергнута в пучину экономического кризиса. Кто-то, конечно, разорился, но в целом Нидерланды еще 20-30 лет вполне себе богатели и хорошо себя чувствовали. Тут гораздо интереснее то, почему вообще начала расти цена на луковицы редких тюльпанов. Стремительно богатевшее общество Нидерландов, причем преимущественно буржуазное, обратило внимание на эти непростые в выращивании цветы, которые до этого уже становились на самом деле объектом ажиотажа, например, во Франции среди аристократии. Стремление декорировать все и вся этой фиговиной, которая ассоциировалась до этого со знатью, расцвет живописи плюс возможность, самое главное, вырастить из луковицы тюльпана новые тюльпаны, чтобы у тебя было еще больше тюльпанов. Вот именно эти свойства заставили голландский рыночек поверить в, боже мой, цветы. И, естественно, эта вера оказалась чрезмерной, и пузырь в итоге лопнул. И тем не менее, практика инвестиций в Нидерландах цвела. Простите за каламбур, потому что там было во что вкладывать деньги, помимо цветов. Итак, у тебя есть деньги, какое-то собственное дело, ты знаешь, что оно богоугодно, у тебя есть классная шляпа, ты отлично себя чувствуешь, ты готов их вложить, чтобы получить какую-то долю прибыли, ты ищешь предприятие поинтереснее, куда же ты в Голландии в 16-17 веке вложишь свои деньги? Вероятнее всего, в торговлю. Знакомьтесь, это флейт. Первый подобный корабль был спущен на воду в 1595 году, и в итоге он станет символом голландского морского могущества. Этот милый пузан прекрасно совмещал грузовые и военные функции, одновременно будучи достаточно подвижным и крайне грузоподъемным, да и вообще являясь топовым судном своего времени. Скажем, такая классная фишка, как штурвал, впервые появилась именно на флейтах. Именно такие суда использовались в экспедициях торговых голландских компаний, которые, ну, были довольно крутыми даже до появления той самой. Ну, вы поняли, сейчас поймете. Вообще существует мнение, что успех Нидерландов – это исключительно успех остинской голландской торговой компании, которая смогла задоминировать в всех восточных морях, подмять под себя 90% доли рынка пряностей и значительные куски других восточных рынков – чая, опиума, фарфора и так далее. Однако голландские торговцы и до этого были вполне успешны. Добыча сельди и китобойный промысел в северных европейских морях велись задолго до рождения колониальной империи Нидерландов и в лучшие годы обеспечивали до половины голландских доходов. В стране было бумажное производство и тканевое. В Западной Африке, оставив португальцам прелести работорговли, Амстердам вывозил из Сан-Таме золото, сахар и слоновую кость. Конкуренция в Северной Америке на Карибах шла не так успешно, как хотелось бы, а вот в Бразилии приходилось бороться с португальцами, что тоже приводило к успехам. Там в 30-е годы Вест-Индской, Вест, не Ост, удалось наладить производство и вывоз сахара, который стал важным подспорьем экономических успехов Нидерландов, вплоть до восстания местных плантаторов в Сороковые. И этот католический бунт, кстати, серьезно подрезал доходы страны. Но, конечно, самым известным проектом стала основанная в 1602 году Ост-Индская торговая голландская компания. Созданная из 17 частных торговых компаний при поддержке государства, она получала право монополий на торговлю в Атлантике, на торговлю в Тихом океане, на всякие там пряности, а еще получала исключительные права в плане того, что она могла чеканить собственную монету, нанимать людей, содержать армию и флот. Такая вот огромная, сравнимая с государством помощи первая транснациональная мегакорпорация. И это все в 17 веке. Вы все еще думаете, что киберпанк это про будущее? Естественно, были привлечены огромные инвестиции, и вскоре голландский флот стал по количеству кораблей и по тоннажу превосходить даже суммарно все остальные флоты прочих европейских держав. Причем это был военно-торговый флот. Ну, помните про флейт? Кстати, еще одним достижением конструкции флейта стало то, что команда на нем была на 20% меньше, чем на других аналогичных судах такого же тоннажа, что позволяло экономить немалые деньги. Итак, Сиам, Сурата, наконец, основание Батавии на острове Ява, Малайзии и Малукские острова. В 1938 году захват Цейлона. В 1951 Каптштадт на мысе Доброй Надежды. Империя строилась и расширялась, подминая под себя все главные торговые маршруты на востоке и вытесняя туда португальцев, испанцев и англичан. Естественно, Ост-Индская компания нисколечки не стесняется обеспечивать свое торговое превосходство силой. Помимо постоянных вооруженных конфликтов с судами других европейских держав, она, в общем, точно так же разбирает и всякие местные султанаты, княжества и кого там еще занесет под горячую голландскую руку. Амстердам становится главным финансовым центром мира. В 17 веке в его порту ежедневно находятся несколько тысяч торговых кораблей. Уровень голландского богатства легко читается благодаря произведениям искусства. Золотой век Нидерландов был и золотым веком нидерландской живописи. Рембрандт, Вермеер, Ван Эйк в 17 веке у голландцев бешеным спросом пользуются картины, отчего местные школы и мастера буквально штампуют то, что станет важнейшим голландским культурным наследием. И да, то, что тамошние натюрморты буквально лопаются от обилия всевозможной жратвы на них, это не просто так. И тем не менее, к концу 17 и началу 18 века Голландия начинает постепенно утрачивать свою мощь и политическое международное влияние. И постепенно все это забирают себе французы и всякие там англичане. И когда ты смотришь на количество ресурсов, на количество войск, на флот, на вот все то, что было у Голландии в 17 веке, то задаешься вопросом, как так получилось? А когда начинаешь разбираться в этом вопросе, сначала даже может казаться, что бедных голландцев просто-напросто переиграли. После бразильского восстания 40-х Голландия потеряла значительную часть доходов из Нового Света, а в 51-м году голландским торговцам был нанесен удар из Британии. В рамках протекционистской политики Кромвель запретил каким-либо судам, кроме английских, ввозить в страну колониальные товары и соленую рыбу. Это настолько не понравилось голландцам, чье экономическое благополучие держалось во многом именно на всякой копченой сельде с одной стороны и пряностях и прочем сахаре с опиумом с другой, что они аж воевать с англичанами начали из-за этого. Кроме всего этого, из Нового Света англичане стали вести черный перец, который снизил очевидно цену и значение пряностей, ввозимых из Азии Амстердамом. Однако ведь у Нидерландов все равно был огромный запас прочности, у них была невероятная сила оружия и очень много денег. Но, тем не менее, все это не осталось чередой неудачных событий, а превратилось в тренд, в результате которого, ну, Нидерланды перестали быть одной из главных держав уже в 18 веке. Ответ тут кроется в двух вещах – устройстве мировой и устройстве нидерландской экономик. В 18 веке начинается промышленная революция, и внезапно главными ресурсами становятся не перец, корица и мускатный орех, а уголь и железо, которых, к слову, на территории Нидерландов считай, что и нет. Структура мировой экономики изменилась, и Голландия к этим изменениям оказалась не готова, и она не приспособилась. И не сделала она этого, вероятно, не потому, что у нее не было возможности, и с ними все было в порядке, а потому, что один из главных столпов ее благополучия – Ост-Индская торговая компания – собственно, не была такой уж эффективной торговой компанией. Это была огромная владеющая монополией транснациональная мегакорпорация, которая, ну, занималась на протяжении десятков лет, в общем-то, тем, что расширяла и сохраняла вот свои монопольные возможности. Ну, то есть, потопление чужих кораблей, возведение форпостов, буллинг туземцев, перевоз пряностей, обеспечение грузоподъемности судам – вот чем занималась Ост-Индская торговая компания. Заметьте, что в этом списке нет таких вещей, как освоение новых рынков, изучение свежих технологий и улучшение систем управления. Когда вдруг колониальные товары перестали быть так нужны европейцам, выяснилось, что Ост-Индская компания – это огромный неэффективный монстр с раздутой инфраструктурой, которая вообще никак не окупается и просто-напросто является маложизнеспособным организмом в условиях изменившейся рыночной конъюнктуры. И справить это представлялось малореальным, хотя бы просто потому, что, ну, лидеры Ост-Индской компании были не шибко в этом заинтересованы. За все эти годы из-за отсутствия внутренней конкуренции Ост-Индская торговая компания стала ужасно бюрократизированной. Да, она приносила сверхприбыли, но они не казались бы такими уж астрономическими их современникам, если бы в финансовых отчетах было бы еще написано, сколько именно себе в карман переложил тот или иной генерал-губернатор. Все это стоило Нидерландам мирового лидерства, однако не стоит думать, что так называемый упадок Нидерландов привел к тому, что теперь там по выжженной пустоши только трехногие зомби безвольно скитаются. Она все равно, Голландия, я имею в виду, все равно осталась богатой и влиятельной страной, просто потому что на самом деле ее благополучие держалось отнюдь не только на торговле пряностями и военном флоте, но еще и на таких вещах, как высокий уровень урбанизации, высокий уровень образования, развитые финансовые инструменты и, конечно же, годно работающие институты. Потому что вот эти вещи по-настоящему важны, а грезы о мировом владычестве, это все-таки, как по мне, так нелепо. Спасибо патронам и патронессам, которые поддерживают этот канал. Напоминаю, что для тех, кто этим занимается, ролики выходят без рекламы и на сутки раньше. Переходите по всяким ссылочкам в описании. А еще пишите свои комментарии, ставьте лайки, если вам понравилось это видео, делитесь им, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик и все такое прочее. Субтитры сделал DimaTorzok